День в оздоровительном лагере на живописном берегу реки начинается с построения. В шеренгу выстраиваются ребята от 10 до 16 лет. Учебный год позади, но воспитанники спортивной школы профсоюзов Березина не расстаются с любимой базой. Летом они продолжают оттачивать свои навыки по гребле, получая также порцию свежего воздуха, солнца и ярких впечатлений. Наша основная задача в этот период – оздоровить детей, обучить их технике гребли, приобщить к здоровому образу жизни. Ну и самое главное – обойтись без травматизма. Здесь на Береговой проходит и подготовка к республиканской спартакиаде школьников. На нее отбираются лучшие из лучших. Они и представят честь нашей области в Гомеле. Инесса Николаенко – старший тренер Березины. Под ее руководством проходят все сборы. Когда-то она и сама была воспитанницей школы. Уже больше 30 лет кандидат мастера спорта обучает технике управления и умению держать равновесие на воде. Надо сплотить команду, чтобы не каждый сам за себя, особенно в командных лодках, чувствовали поддержку друг друга. И команда должна быть собранной. Иначе, если кто в лес, кто под рова, у нас ничего не получится. 12-летний Борис Мельников в соревнованиях пока не участвует. Гриблей занимается меньше года. Мальчик катается в одиночной байдарке. Признается, первый раз оказаться на воде в лодке было волнительно. Но сегодня он чувствует себя вполне уверенно. В его планах поскорее пересесть из учебной в спортивную лодку. Здесь много ребят, которые всегда поддержат. И с ними можно подружиться. Здесь хорошие тренера, которые хорошо объясняют. И благодаря ним можно научиться хорошо плавать. Материальная база школы позволяет расти спортсменов высочайшего уровня. Кстати, трое выпускников Березины прошли отбор на вторые европейские игры. Мастера спорта международного класса Надежда Макарченко, Дмитрий Третьяков и Владислав Литвинов представят нашу страну в дни континентального форума. Людмила Любинцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.